Сегодня днем у общежития университета имени Мечникова вспыхнул конфликт из-за участка земли. Доказывать свои права на него решили университет, студенты, местные жители и сам застройщик. Люди говорят, что неизвестные зашли на участок, выставили охрану и стали пилить деревья. Юристы компании утверждают, что все необходимые документы у них есть. О стройке говорить раном, речь идет о подготовительных работах. Работы проводятся только те, которые получены дозвил от города. Дозвил единственный, сейчас это поведомление ГАСКО про початок подготовочных работ и дозвил на остановку темчасового забора. Будка там есть? В этот момент здесь только заключен договор с охранным агентством, которое будет находиться здесь круглосуточно на территории объекта, объекта не земли. Подготовочная работа для чего? Что здесь? Реконструкция объекта, который в пределах фундамента. И в результате реконструкции? Двухэтажное здание. Какого назначения? Жилое. На место прибыли депутаты горсовета и их вместе с журналистами пустили на спорный участок. По словам юриста, эта земля – сплошной фундамент ранее снесенного помещения. И здесь можно строить двухэтажный дом. Местные говорят, что здесь раньше была университетская лаборатория. После ее сноса здесь вырос новый дом с квартирами для преподавателей, но этот участок – собственность вуза. Каким образом, в 2007 году шахраевским шляхом документы на эту строительство были оформлены на какую-то особу. Я вообще в деталях не обозначенный, но каким образом, кто-то там фигурует в этой справе. Потом были, как всегда, прокладки, то есть несколько купил и продаж. И владельцы, которые сейчас имеют соответствующие документы, плануют тут звезти строительство. Вот только доказать свою правоту вуз сразу не смог. Его юрист обещал приехать на место только к вечеру. В то же время местные назвали новых владельцев рейдерами, а их поведение захватническим. Представители застройщика все отрицают. Деревья рубили не они. Охрана и вагончик на участке разрешены. Драки с местным жителем не было, утверждают они. Однако очевидцы утверждают обратное. Между одним из жильцов начался яркий такой разговор с представителем компании. Тот доказывал, что не хотел бы застройки этой, что тот вроде как пришел в его дом. На высоких эмоциях мужчина попытался удалиться. В итоге один из охранников ударил его, и тот упал на землю. Эпизод зафиксирован на видео, но поделиться им с журналистами очевидцы не успели. Следователи приобщили его к материалам расследования. Местные жители и сотрудники университета надеются, что мэрия и правоохранители вмешаются в ситуацию и помогут отстоять участок. Это собственность университета имени Мечникова. Я сейчас попросила представителей.